Адвокат Прохоров Алексей Александрович, Красноярское краевое адвокатское бюро «Мальтов и партнеры». Сколько лет Вы работаете в адвокатуре? В адвокатуре я работаю девятый год. А до этого? До этого четыре года отработал в органах предварительного следствия. Что Вас побудило обратиться в прессу, потому что адвокаты как правило редко это делают? Причина обращения в пресс очень простая, она связана на сегодняшний день с той ситуацией, которая происходит вокруг уголовного дела заместителя управляющего отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Трофимов Алексей Николаевич. Что ему на данный момент инкриминирует по версии следствия? По версии обвинения на сегодняшний день Трофимов обвиняется в совершении преступления о превышении должностных полномочий, повлекшей тяжкие последствия, которое выразилось в том, что под его непосредственным руководством отделением Пенсионного фонда было приобретено здание для нужд управления Пенсионного фонда по Ленинскому району по заведомо, по мнению следствия, завышенной цене. Речь идет о стоимости здания на сумму 130 млн при фактической рыночной стоимости порядка 54 млн. Также Трофимов подозревается в совершении, по крайней мере на сегодняшний день, двух эпизодов получения взяток от контрагентов, которые в разное время выполняли по государственному контракту работой, связанной с ремонтом в территориальных зданиях управления Пенсионного фонда. Взятки эти, согласно версии следствия, передавались через посредства одного из его подчиненных, на сегодняшний день уже бывшего работника Пенсионного фонда. Какова фамилия? Ну, скажем так, фамилию, наверное, в интересах следствия, точнее, не в интересах следствия, а прямо называть фамилии я не могу, потому что я видел лишь копии протоколов допроса этого человека, представленные в материалы на избрание меры пресечения Трофимова, на продление меры пресечения. Могу сказать, что в настоящее время он работает в дирекции строительства объектов для нашей универсиады, по-моему, в должности главного специалиста. Но у меня вопрос, если человек уступал посредником при передачи взятки, фактически он не должен работать, а он должен сидеть в соседней камере с Трофимовым, как минимум. Почему человек на свободе? Ну, дело в том, что если факты эти имели место быть, что, конечно, вызывает у защиты определенные сомнения, более того, я убежден, что этих фактов на самом деле не было, либо если они были, скорее всего, денежные средства остались у посредника, который сейчас дает показания, что передал их эти денежные средства Трофимова. Примечание к статье 291 прим. 1 посредничества во взятке предполагает освобождение человека от ответственности в реопределенных условиях, когда он активно способствует раскрытию и расследованию преступления, обратился с явкой с повинной в правоохранительные органы и так далее. Явка с повинной в данном случае имела место быть? Ну, я не располагаю сведениями о том, чтобы именно это лицо, которое являлось посредником, обращалось с явкой с повинной. Насколько мне известно, ну, по крайней мере, из постановления о возбуждении уголовного дела, где указывается, что послужило основанием для возбуждения дела, об этом человеке сведения о его обращении именно с явкой с повинной не содержатся. В каком году была сделка по закупке здания, по покупке здания? 2017 год, а непосредственная закупка была в конце 2017 года. Может ли это быть связано с тем, что вообще вот возбуждение этого дела, да, прошел год. Ну, у нас органы, в принципе, на такие сомнительные сделки, они обращают внимание, наверное, сразу. Прошел год, конец 2017 года. В стране произошла пенсионная реформа, которую большинство, скажем так, даже не то, что большинство, практически все жители восприняли с крайним негативом и начали задать вопрос, а где, собственно говоря, те деньги, которые они платили раньше? Потому что, ну, утверждается, что в пенсионном фонде денег нет, не хватает на выплаты. Вот может ли это быть, что начался поиск крайних? Я полагаю, что напрямую эта ситуация связана с, во-первых, прошедшей пенсионной реформой, а во-вторых, с выступлением президента нашей России в августе в прямом эфире, где он обращался к жителям нашей страны, собственно, к нам и объяснял им необходимость проведения реформы. И, в числе прочего, там, наверное, ни для кого не секрет, прозвучала вот эта фраза, что согласен, что органы пенсионного фонда имеют роскошные особняки, наличие которых ничего, кроме раздражения, у граждан не вызывают. Ну, дословно не помню, как это звучит, но общий контекст вот такой. Полагаю, что эта ситуация сейчас будет набирать обороты по всей России. В частности, недалее, как вчера я прочитал в СМИ, что начались доследственные проверки по отделению ПФР, по Тюменской области, что полагают, что тоже там купили некое здание на сумму более чем на 300 миллионов дороже. То есть, я полагаю, что это сейчас прокатится по всей стране. Ну, а поскольку дело, скажем так, достаточно неоднозначно, поскольку... Резонанс, наверное, время. Да, и оценочная стоимость, она различна, может быть, применительно к ситуации с Трофимовым, скажем так, появлении эпизодов, связанных со взятками, когда человека не, скажем так, задерживают с деньгами на руках, а возбуждают уголовные дела на основании показаний неких лиц, о которых мы говорим, что имеется основание для нашего оговора. Но это, скажем так, для поддержки, так сказать, и для крепости первого основного эпизода, который был возбужден. Почему был выбран именно господин Трофимов в качестве, по вашей версии, да, вот в качестве, скажем так, извините, козла отпущения? Ну... Или обвиняемого действительно? Почему именно он? Ну, скажем так, действительно, изначально уголовное дело было возбуждено ведь по факту совершения превышения должностных полномочий неустановленными сотрудниками отделения пенсионного фонда. Затем, проведя, как я понимаю, ряд следственных действий, органы следствия пришли к выводу о том, что виновным лицом в данной ситуации является Трофимов. Трофимов, согласно своей должностной инструкции, действительно курировал отдел капитального строительства и ремонта, имел отношение к работе отдела закупок. Вот. Собственно, поэтому, наверное, он и стал субъектом этого преступления. Вот. Вместе с тем, я не знаю, известно это следствие или нет, в пункте 15 положения о государственном учреждении отделения пенсионного фонда России по Краснодарскому краю написано, что управляющее отделением несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность государственного учреждения, а приобретение здания для нужд территориального органа – это, безусловно, финансово-хозяйственная деятельность. И в этой связи, то есть Трофимов на момент проведения сделки не исполнял обязанности управляющего, он являлся заместителем. По какой причине в конечном итоге обвинения были предъявлены именно ему? Ну, в настоящее время мне сложно сказать, поскольку я не знаком с материалами дела в полном объеме, но полагаю, что в первую очередь это связано с его должностной инструкцией в игнорировании положения о отделении пенсионного фонда. Ну, скажите, достаточно логично, да, то, что работая в команде, да, индивидуально человек не может принимать такие решения, и как минимум кто-то из сотрудников, ну, понимал, что, если версия следствия правильная, что дело нечисто, насколько я понимаю, исходя из Ваших слов, то сейчас, ну, например, взятка, она строится только на показаниях одного лица. Ну, если были какие-то материалы ОРД оперативно-розыскной деятельности, то я полагаю, что мы бы на сегодняшний день, на данном этапе работы о них знали. Вот, но учитывая, еще раз говорю, что Трофимова никто не задерживал с деньгами на руках, меченными в рамках проведения оперативного эксперимента, и, собственно говоря, ознакомившись с постановлениями о возбуждении уголовных дел, совершенно очевидно, что они возбуждены на основании показаний, свидетелей. Свидетелей или свидетеля? Ну, один из эпизодов, то есть, один из возбужденных эпизодов, там, насколько я знаю, дает показания сам директор, что он действительно передавал, дает показания посредник, бывший работник отделения пенсионного фонда о том, что он передавал Трофимову денежные средства. Второй эпизод, там, насколько я понимаю, дает показания только бывший работник отделения пенсионного фонда. Это мы говорим про взятки, да? Да, это мы говорим про взятки. А если мы говорим про закупку здания? А если мы говорим про закупку здания, то эта сделка была была совершена в строгом соответствии с 44-м федеральным законом о государственных закупках. То есть был объявлен контракт, на этот контракт пришли определенные участники, были проведены процедуры по формированию начальной и максимальной цены контракта, все эти действия были совершены, каких-либо нареканий и претензий это ни у кого не вызвало, состоялся контракт, участник, насколько я знаю, там заявился единственный участник торгов, торги были выиграны по начальной ставке, потому что акционистов собралось не несколько, а один, соответственно он выиграл по начальной цене стоимости контракта, затем был заключен договор и денежные средства были перечислены продавцом. Поэтому, насколько я знаю, Трофимов какого-либо, ну конкретно государственный контракт на приобретение здания, к договору они подписывались управляющим партнером, документы, связанные с оплатой данной сделки, насколько я знаю, тоже подписывались управляющим отделением. Трофимов оказался обвиняемым в силу своей должностной инструкции, что он курировал процедуру подготовки и проведения аукциона. Вот скажите, Вы упомянули о том, что здание оценивается абсолютно по-разному. Я вот, исходя из практики, сталкивался в свое время с эпизодом, что здание было куплено у государства в свое время, по-моему, 6 миллионов, а потом, когда государству это здание понадобилось, его продали за 50 миллионов, потому что так решил владелец. Откуда взялась цифра, что 137 миллионов, да, это завышенная цена, и на самом деле это стоит 50? Ну, цифра в 54 миллиона взялась на основании, как я понимаю, некого заключения оценочной экспертизы, с которой мы до сих пор не ознакомлены, и которая выполнена не в рамках возбужденного уголовного дела, а в рамках доследственной проверки. То есть, насколько она объективна, насколько компетентны были лица, которые эту оценку проводили, каким методом это делось, мы в настоящее время еще не знакомы, и поэтому сказать что-то не представляется возможным сейчас. А что касается цены в 130 миллионов, ведь к зданию предъявляются определенные требования, оно же ведь для нужд пенсионного фонда. То есть, определенная площадь, наличие определенных кабинетов, наличие вентиляции, много-много критериев. Скажите, я чуть-чуть перебью вас, другие экспертизы есть какие-нибудь? Ну, на сегодняшний день, параллельно с возбужденным уголовным делом, прокуратура обратилась в арбитражный суд с просьбой признать недействительным результаты государственного контракта и договор сам купли-продажи. Насколько я знаю, продавец этого здания, то есть тот, кто продавал здание отделению пенсионного фонда, выполнили свою оценку стоимости, которая на момент продажи составляла порядка 137 миллионов рублей. Насколько я знаю, отделение пенсионного фонда по Красноярскому краю делало также свою оценку, заказывало, которая составила порядка 100 миллионов рублей. Но вот у следствия видение на сегодняшний день, что рыночная стоимость этого здания составляет около 54 миллионов. Ну вот, с другой стороны, я хочу задать вопрос логичный. Например, я условно владелец здания. Я хочу за него получить 150 миллионов. Мне не важно, во сколько его оценивают рынки. Я хочу 150, как владелец. Если вам не нравится, не покупайте. Это логично. Почему такая версия, например, не рассматривается? Ну, она, конечно, должна рассматриваться. Но здесь немножко другая ситуация. Если ты хочешь получить за здание 150 миллионов, учитывая, что предполагаемый покупатель – это государственное учреждение, то ты либо заявляешься на аукцион, как участник, по заявленной цене, либо, если тебя она не устраивает, то ты, соответственно, на неё не заявляешься. Если продавец заявился на аукцион с объявленной ценой в 130 с небольшим миллионов, я полагаю, что, соответственно, он был согласен с тем, что это здание стоит такую сумму, и он готов за эту сумму это здание продать. Я про это и говорю, что даже если оно реально стоит 46. Да, это рыночные взаимоотношения. Там продающая сторона – это коммерческое и юридическое лицо, цель которой определена, согласно гражданскому законодательству, достаточно чётко – извлечение прибыли. – Вот вопрос у меня тоже есть по взяткам. Фактически, насколько я понимаю из ваших слов, сейчас версия следствия строится на показаниях одного человека. – В одном эпизоде, насколько я понимаю, двух человек. – Ну, директора и посредника. Опять-таки, если человек выступал, почему, опять-таки, не рассматриваются версии? Например, я прихожу к директору, представляю, что я представляю интересы господина Трофимова, и господину Трофимову нужно принести деньги. Причём сам господин Трофимов об этом может и не знать. – Такое вполне возможно. – Такая версия следствием рассматривается? – Я думаю, что она должна отрабатываться. На сегодняшний день мы дали показания о том, что факты получения взяток мы не подтверждаем, лица, которые инкриминируются нам, как передаточки взятки. Мы их не знаем и никогда с ними не контактировали. О том, что они участвовали в контрактах на выполнение ремонтных работ и выигрывали эти контракты, да, это нам известно. Но дальнейшие процедуры, так скажем, от нас не зависели. То есть раз люди выиграли контракт, мы подписали эти документы на выполнение работы. Более того, что интересно, ведь Трофимову не вменяется получение взятки за заведомо незаконные действия. То есть, например, подписание акта приёма передач выполненных работ при их фактическом невыполнении. То есть вменяется именно получение взятки за действия, связанные с подписанием документов на оплату государственного контракта. Однако в условиях государственных контрактов написано, что в случае несвоевременной оплаты соответственно имеются определенные пение и штрафы и всё остальное. Если бы подрядчик, зная о том, что он добросовестно выполнил работы, пошёл в суд и взыскал с пенсионного фонда соответствующие расходы в виде пении штрафов и расходов на услуги представителя, то пострадали бы те лица, которые отвечали за своевременную оплату выполненного контракта. В том числе, возможно, и сам господин Трофимов. О каких суммах контрактов вообще идёт речь именно по строительству? Порядок цифр? Ну, три-три с половиной миллиона. А сумма взяток? В одном случае 180 тысяч рублей, во втором случае 150 тысяч рублей. То есть фактически это даже меньше одного процента? А, нет, меньше десяти процентов. Меньше десяти процентов. Ну, вообще, честно говоря, когда чиновников обвиняют, особенно такого ранга, да, то речь идёт о гораздо более крупных суммах. Логично ли предположить, что это действительно немножечко не уровень? Потому что когда задерживают там тех же пенсионных фонов, там речь идёт о миллионах хищения. И опять-таки, да, есть несовпадение. Если в первом случае, да, по закупке здания речь идёт о нескольких десятках миллионов, то какой смысл умораться, ну, насколько это там, сто тысяч, да, по-моему? Но дело в том, что в обвинении, связанном с превышением должностных полномочий, никто ведь не обвиняет Трофимова, что денежные средства в разнице между ценой фактической и ценой полученной Трофимов получил лично себе в карман. Об этом речи не идёт, сразу говорю, а речь идёт о том, что эти деньги были перечислены излишне в адрес коммерческого юридического лица продавца, чем причинили существенный ущерб бюджету, то есть интересам России. Трофимов здесь, как физлицо, выгодоприобретателем не является. Что касается эпизодов, связанных со взятками, ну, мне неизвестно, о каких суммах могла бы идти речь, если бы это имело действительно место быть, потому что, видимо, не имело этого места быть. Ну, скажем так, видимо, что нашли, то нашли. Ну, что хотели услышать, то услышали, или что смогли услышать, то услышали. Не, ну, превышение, это у нас полномочия, хорошо. Оно делается либо ради какой-то выгоды, либо просто по незнанию. Ну, я не думаю, что такой специалист мог допустить это по незнанию. А вариант с выгодой, да, ну, такие бы суммы бы, они всплыли. Ну, трофим. Один вопрос. До начала торгов проводилась ли какая-то оценочная экспертиза, на основании которой можно было бы утверждать, что это здание не стоит 130 миллионов? Ну, экспертиза не проводилась, там немножко другой порядок, согласно 44-му закону. То есть формируется начальная и максимальная так называемая цена контракта, то есть когда из нужд здания. То есть нужно здание, например, площадью 2000 квадратных метров с соответствующими категориями. Отдел в данном случае, насколько я знаю, капитального строительства начинает мониторинг объявлений, сколько стоит квадратный метр цены, примерно по подкладающей подкатегории соответствующих зданий. Происходит этот мониторинг, происходит распечатка соответствующих объявлений при общении их к материалам и после чего рассчитывается, какова примерная может быть цена предполагаемой покупки. Документы эти отправляются в Москву с обоснованием начальной максимальной цены контракта, после чего Москва уже проверяет эти документы, Пенсионный фонд в России, в Москве и принимает решение, насколько все обосновано правильно, соответствует законодательству и выделяет деньги. То есть изначальная цена в 130 миллионов федеральное руководство в Москве устроило? Безусловно. Иначе бы и полагая, что деньги сюда в отделение Пенсионного фонда по краю не были перечислены. Опять-таки логично предположить, что если Москва одобрила, то почему, опять-таки, уголовное дело только в отношении господина Трофимова? Почему нету, цепочка не пошла вверх, если Москва одобрила? Ну, скажем так, дело в отношении господина, точнее, дело по факту превышения должностных полномочий, где сейчас обвинен Трофимов, возбудили в конце ноября 2018 года. Возможно, в деле и появятся новые фигуранты по этому делу, либо будет дана какая-то иная оценка, может быть, они и не появятся. Но позиция на сегодняшний день моего подзащитного в том, что каких-либо нарушений не было, цена контракта соответствует цене зданий. Более того, если бы на аукцион, на что точно не мог повлиять Трофимов, заявилось несколько участников, и они стали бы торговаться и опускать цену, соответственно, в конечном итоге здание было бы приобретено по наименьшей цене, а не по наивысшей. На эти процессы Трофимов уж точно никак не мог повлиять, равно как и любой другой сотрудник ПФР. Можно ли сказать, что господин Трофимов является заложником ситуации больше? Я думаю, что господин Трофимов, да, является человеком, который стал крайним в ситуации, связанной с пенсионной реформой, с выступлением президента нашей страны и некоторой, скажем так, истерии, которая иногда творится вокруг борьбы с коррупцией на сегодняшний день в Российской Федерации. Согласно, может быть, вы не в курсе, но согласно имущественной декларации, чем сейчас владеет вообще господин Трофимов? Ну, в собственности у господина Трофимова, насколько я знаю, есть квартира на взлетке, площадью порядка 80 квадратов. Рыночная стоимость, ее мне неизвестно. Автомобиль Hyundai Santa Fe 2015 или 2016 года выпуска. Ну, естественно, это все его собственность совместно нажитая с его супругой, поскольку режим семейного раздела, имущество на них распространяется. Каких-либо иных источников дохода имущества я не знаю. Знаю, что у его супруги сравнительно недавно умер кто-то из близких родственников, в порядке наследства она вступила в наследство в квартиру в городе Кодинске Красноярского края. Квартира эта была продана. Ну, т.е. нет глобальных особняков, Мерседес, Флексус, Брабус? Нет. Какого-либо дорогостоящего нашего имущества у господина Трофимова нет. Мне об этом ничего не известно. Вот возвращаясь к делу именно по взяткам. Я уже говорил, что меня немножечко настораживает то, что человек, который выступал посредником, сейчас спокойно работает в дирекцию универсиады. То есть то событие, которым Красноярск живет 4 года, я больше чем уверен, что последующие проверки последуют, потому что уже сейчас в сети начинают появляться материалы о том, что там, мягко говоря, с распределением средств было не все так гладко и открыто уже говорится о том, что первоначальный бюджет универсиады, он вырос в три раза. Вот как так может быть? Человек обвиняется действительно в коррупции. Посредник – это коррупционер. Неважно, в каких он сейчас отношениях со следствием, на какой-то момент он работал в коррупционных схемах. Ну, если исходить из того, что это имело место быть доказано, то ну да, согласен с вами. Как он попадает на госслужбу? На высокую должность, связанность с событийным событием? Сколько? Ну, я полагаю, что скорее всего руководство дирекции об этом не знает, поскольку ведь события стали развиваться сравнительно недавно, это ноябрь 2018 года. До сих пор ведь никто об этом не говорил. Ну и во-вторых, подчеркну еще раз, я не считаю, что эти факты имели место быть. Возможно, действительно было что? Возможно, руководители коммерческих организаций действительно передавали этому человеку деньги, но деньги эти оставались у этого человека. Смотрите, вот все-таки мне кажется странным, например, допустим, вы государственный человек, я коммерческая организация, я вам говорю, я прихожу, следствие и говорю о том, что я передавал 500 тысяч взятки. Просто я это утверждаю. И следствие безоговорочно в это верит? Ну, это одна из, скажем так, одна из тех проблем, которую я лично называю охота на ведьм, с которой, скажем так, я и ряд моих коллег сталкиваются в сегодняшней действительности, когда возбуждаются уголовные дела о получении взяток не на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, оперативный эксперимент, где есть помеченные купюры, есть взяткопередатель, тот, кто сотрудничает с правоохранительными органами. Записи разговоров, видеофиксация передачи денег, где задерживается должностное лицо с помеченными деньгами либо при себе, либо в его кабинете, либо у него в руках. На сегодняшний день возбуждаются уголовные дела на показаниях ряда лиц без каких-либо материалов. Позже появляется доказательство о том, что в такое-то число и в такое-то время, согласно привязке к базовым станциям сотовых телефонов, они действительно находились в зоне охвата одной базовой станции, что подтверждается в одном месте. Подождите, насколько я понимаю, человек, утверждающий, что он передавал деньги, он являлся сотрудником, и он действительно мог находиться как минимум 8 часов. Ну, я разделяю ваше удивление. Точку в этом деле, конечно, поставить суд, потому что только суду дано право либо согласиться с версией обвинения, либо признать ее недоказанной, но практика возбуждения уголовных дел на одних голословных утверждениях, она в последнее время получает все больше и больше распространение. А презумпция невиновности? Я еще раз говорю, практика есть, возбуждение дел. Судебная практика, я полагаю, будет сейчас формироваться, потому что есть ряд отдел коррупционного характера в Красноярском крае, где аналогичные ситуации. В принципе, могу привести примеры. Что скажет по этим делам суд, мне неизвестно. Посмотрим, поживем, увидим, как говорится. С моей точки зрения, безусловно, речь идет о нарушениях как презумпции невиновности, нарушениях достаточности доказательств, скажем так. Ну и в конце концов, как вы справедливо заметили, следует такой логике обвинить в получении взятки либо в даче взятки, можно практически любое лицо. Не хотелось бы произносить, конечно, эту фразу, но невольно на ум приходит показательный процесс. Я не хочу называть это 37-м годом и так далее. Но, насколько я понимаю, до этого господина Трофимова была безупречная репутация. Обычно, когда всплывает дело о коррупции, что-то предшествовало, что там и люди говорили. Вы знаете, я не исключаю, что за период его работы на него поступали какие-то сигналы те или иные. Но, полагаю, что до конца ноября каких-либо претензий органы уголовного преследования к нему не высказывали, даже если и проводились какие-то проверки, то, полагаю, что объективного своего подтверждения те или иные факты не находили. Вы общались с его подчиненными? Я общался с несколькими сотрудниками пенсионного фонда, которые, насколько я знаю, не допрашивались по делу в качестве свидетелей, поскольку в противном случае меня могли бы обвинить в давлении на свидетелей, что и так очень активно позиционируется следствие. А характеристика его со стороны других людей? Человек работоспособный, человек, умеющий работать, способный организовать работу надлежащим образом. Ничего плохого от его коллег я, в принципе, не услышу. Когда приблизительная дата решения приговора? Вы знаете, это совсем далекая перспектива. На сегодняшний день дело находится на стадии расследования. Окончательных обвинений Трофимову еще не предъявлено. Материалы дела для ознакомления не предъявлены. Поэтому даже несложно предположить, когда даже будет передача дела в суд и состоится ли передача дела в суд, поскольку мы намерены доказывать его невиновность и все-таки убедить следствие в надуманности того, что ему сейчас инкриминируют. Сейчас какая мера пресечения? Мера пресечения сравнительно недавно была продлена в виде заключения под стражу сроком до 20 марта 2019 года включительно. В каких условиях сейчас содержится господин Трофимов? Ну, господин Трофимов в настоящее время, по крайней мере, по состоянию на прошлую неделю, когда я видел его последний раз, находился в камере, относящейся к так называемой медико-санитарной части следственного изолятора номер один, поскольку, в принципе, еще до своего задержания и ареста у него имелись определенные проблемы с сердцем, определенные проблемы с давлением. Естественно, конечно, человек сейчас переживает вокруг своей судьбы, вокруг тех событий, которые возле него происходят, и все эти проблемы, естественно, получают свое развитие. Но, как таковых, каких-то глобальных жалоб на администрацию СИЗО, на поведение своих сокамерников, еще раз повторюсь, по состоянию на прошлую неделю, Трофимов мне не высказывал. Почему не домашний арест? Ну, опять же… Господин Волков, например, которым криминируется преступление на гораздо большую сумму, провел их под домашним арестом. Ну, если мы говорим о деле Волкова, насколько я помню, первые то ли 6, то ли 8 месяцев следствия он тоже был под стражей. Волкова. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...